просили у нашего фермера лук в аренду потому что наш сломался и сейчас едем хотим спахать одно небольшое поле в 5 гектар козлятник мы еще купили в прошлом году но нам не хватило времени допахать поля поэтому козлятник у нас пролежал целый год и в этом году надо обязательно его посеять поэтому сейчас мы этим как раз и будем заниматься стараюсь не пропадать ютуба но если честно это плохо получается потому что четыре дня я ездила по полям которые в прошлом году вспахал папа 34 моточаса я уже на ездила 167 километров и за все это время я продисковала только в один след для того чтобы выровнять поле мне придется еще во второй след едет далее культивировать и после только сеять также я прошла померила все земли оказывается мы думали что папа вспахал в районе 10 гектар на самом деле получилось 14 соответственно у нас нехватка семян надо докупить еще семена на 4 гектара ну и вот здесь решили небольшой участок вспахать для того чтобы посеять козлятник дел много на ферме поэтому не всегда получается вовремя к вам выйти надеюсь на ваше понимание а частично еще надо будет допахать в общем работа непочатый край к нам приехали проводить обучение как пользоваться нашим новым трактором сейчас буду все слушать кто спрашивал по поводу вакцины для свиней вот так она выглядит еле-еле я ее нашла хранить ее надо в холоде только что из холодильной камеры достала здесь бутылек 100 миллилитров рассчитан на 50 доз 1 доза 2 миллилитра сейчас пойду провакцинирую все поголовье своих свиней и потом моя знакомая приедет и заберет оставшийся бутылек будет своих вакцинировать срок годности не такой большой я вот два бутылька на год себе заказала это вакцина против лептоспироза рожи и парвовирусной болезни свиней так ладно пошла я подготовила шприцы для вакцинации для каждой свинки будет отдельный шприц ну вот такой бутылек грубо говоря у меня 9 шприцов по 2 миллилитра на свинку 20 миллилитров и еще 80 миллилитров просто пришлось бы выбросить так конечно жалко грубо говоря получается одна доза в 2 миллилитра 68 рублей я показывала уже но в моем случае получается конечно на свинью не 68 рублей было бы у меня 50 поросюшек было бы очень экономично жалко что не делать меньше дозировку да но она не хранится то есть скрыли флакон 68 часов есть на использование далее это утилизируется так и будем делать это неразумно до 50 должен делать и на 10 дождь до хочет поменьше снять какое-то вот как-то так сейчас пойдем вакцинировать получилось не почувствовал даже наверно и ну хрюкнул следующий кричит заведующий сейчас фанта будет оголосить а ты прям все хочешь да даже больше вы боялись жарко нету пришло вакцинация прошла успешно даже не понадобился запасной сприт все теперь следующая вакцина через три года а я там по инструкции специально прочитала надо вакцинировать за 3-5 дней до отъема поросят как раз у меня здесь нет никого супростного и всех одновременно я провакцинировала на днях буду отбивать поросят они еще две недельки посидят у меня отдельно и начнут разъезжаться по новым домам у меня забронировали 10 поросят у нас с мамой подожди было первое самодельное семенение да то все желание отобьешь нам в общем у нас роза пришла повторно в охоту прошлые разы мы ее крылья два раза подряд фиксированным семенем она у нас не покрылась в этот раз мы взяли семя быка басист с быкова вот да традиционная не сексированная то есть мы покрыли вчера вечером сегодня с утра но пытались без зеркала влагалищного а сейчас первый раз так получилось но вроде вот удобнее мы пытались мамой на свободном пространстве до ее удержать и влагалищное зеркало встать она конечно носилась а тут между двумя стеночками на у нас получилось ну теперь будем надеяться четвертый раз этого трех будет достаточно ну да а покажи нам еще даже такой-то купила так подержи да это специальный фонарик он крепится влагалищному зеркалу вот такой у нас агрегат я спрашиваю маму говорю покупать фонарик за 1200 на конечно бери видно будет вот затарились ну что теперь засекаем 19 21 день и ожидаем смотрим а дай розику понюхать мужа своего я поняла почему у нас получился что роза ужинала она отвлеклась а хотела показать а ты вот достала раньше времени ну ладно надеюсь да но пока еще не знаем крытый не крытый но следующую марту точно надо будет у него вам с 1 по 3 мая будет 2 охота первыми пропустили и во вторую же можно будет крыть держи зеркало агрегат так кстати все вообще заказывала на озоне все оборудование зеркало влагалищный фонарик и одноразовые чехлы и сам шприц все там брала розик давай и нас пожалуйста мы на тебя надеюсь это нас он как моделька как моделька розе даем понюхать жениха это новый молоденький между прочим ой ребят успех и грех честное слово а нервов сколько нервов не то слабо сколько ну ладно первый раз всегда первым блинкомом ну ладно надеемся что роза ты не подведи да не позорь раз то наш даша же нужно курсы семинаторский отрабатывать на тебе будем тренироваться правильно муж сказал то у нас учебная корова уже да точно роза все на тебе не говори получилось зеркало влагалищная встать потому что первые два раза никогда не как да вроде видео посмотрели все так просто показалось а в жизни не так ребят практике говорю да я столько обучающих видеороликов на youtube пересмотрел все так простенько и получится теленок у тебя жизнь все сложнее на практике до третьего раза получилось да роза 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 на самой кстати спокойная будешь у нас о какая красивая скажи господи просто для себя пожить хотела да вот с басистом ко мне раньше времени с женихами да да розочка вообще сексирована это против моей боли я может сыночку хотела мне этих девок в принципе от роза то можно бычков то не такие не совсем мелкие ну хотя джерси тоже ой так ну ладно теперь дойка у нас началась прям какое-то одно волнение за тебя роза было представляешь целый день только и думала про тебя с видео обучающий смотрела дезинфекция прибора для осеменения уже нашего наша была такая с тобой дезинфекция для ногтей прибор то куда его дело пропал куда-то да туда не поместят уместил слушая а у меня надо будет поискать есть такая дезинфекция где можем достать ну ладно давай пока не когда сейчас бегать искать в общем таким образом пакет положу пойдем еще раз контрольное осеменение четвертое 4 вы только посмотрите на этих двух девчонок также хорошо когда небольшая разница у телочек они вместе ходят гуляют вместе кушают вместе спят играются между собой хоть у нас полянка родилась по июле оморожка у нас появилась в октябре но не пару месяцев чуть больше у них разницы но при этом они все время вместе как подружки только полька у нас такая толстенькая крупненькая оморожка маленькая изящная сразу видно где представители молочной породы а где мясо молочное я думаю что полька у нас будет крупной коровкой ну что сказать вся в усю еще в анкаре не убиралась только закончилась у меня утреннее управа знакомые попросили им продать барни вельдеров вот я решила что я их все-таки продам чтобы освободить себе одно отделение в козовнике и туда я высажу мулардов мне так будет намного удобнее за ними ухаживать снова приехала в поле полный багажник солярки тут сейчас будем заправляться но и немного помогли мне настроили борону потому что вот здесь все закислилось и я не могла если честно опустить но сейчас как видите все сделано кто говорил что маленькая дисковая барана да мы знаем но пока у нас другой нет поэтому буду кататься с этой ширина захвата у меня два и четыре метра начала дисковать поле во второй след справа как голодон слева как стола настроили мне камеру разобралась я с ручным газом подъемом кондиционер подключила в общем красота ну и теперь мне надо разворачиваться назад сидеть пол оборота чтобы сдвинуть как у меня работает дисковая барана забилась ли она то есть камеру мне наклонили теперь смотрю на экранчик приехала с поля меня здесь рыжий встречает чего ты пищишь то через окошко гулять хочешь смотрит он здесь сидит деловой решили выровнять загончик где у нас раньше жили свиньи и посадить сюда телочку а в дальнейшем планируем что у нас здесь будут жить бычки хотя бы пока маленькие здесь большое достаточно помещение в принципе и под крышей есть навес самое то для теля спрятаться от дождя ну и на прогулку тоже могут выйти сейчас все это руками здесь разровняем насыпем немного песка и земли напополам размешаем песок землей чтобы так скажем каши здесь не было при дождях видите свиньи здесь все перерыли вплоть до фундамента хочется здесь все выровнять ну и будут тут жить малыши у нас а то телка бегает здесь у нас и перья и грязь валяется поэтому желательно чтобы они сидели отдельно еще вот здесь тоже есть помещение выгул такой не помещение но его тоже надо выровнять грабельками в общем работы хватает пошла за граблями а то если честно даже жалко что такие помещения пропадают ну и выгул здесь уже все сделано надо только немножко подубраться и можно заселять телят начинаем работать начинаем работать и подбросить с той стороны надо тоже подсыпать видите свиньи пытались устроить побег вот все выровняем чтобы нигде металл не торчал чтобы ножка не застряла не дай бог поэтому вот такой у нас получится телятник раньше был свинарник теперь дом для телят в принципе здесь освещение есть электричество есть вот эти я думаю оставим откидушкой не будут им мешаться сюда даже два бычка бы встали на откорм ну ручной труд кормление сено зерно вода все это навоз вручную поэтому пусть здесь живут малыши я думаю здесь просто отлично для не будет фух ладно продолжаем работать все перевела я белу сегодня произошла неприятная ситуация 28 суток поросятам и с утра я сначала хотела был уже отсоединить от малышей но решила что ладно пусть они еще целый день попью молочко вечером переведу и как назло было придавил одну свинку так что у меня осталось 14 поросят 13 у меня были забронированы и 2 я планировала оставить себе вот как раз крючок самый маленький мне должен был остаться еще одна свинка должна была маленькая стакса и и она как раз и придавила вчера я производила кастрацию откастрировала 4 мальчика все у меня было их 5 вот остался один крючок попросили беленького на племя с этого опороса у меня и уедет крючок на племя и вот эта свинка белая с рыжим пятнышком на попе остальные все пойдут на откорм соответственно 13 поросят у меня заберут и один крючок не останется на откорм вот тот маленький пою их козьим молоком два раза в день поила по 2 литра вот сегодня вечером выдали 3 литра козьего молочка ну думаю все раз уже без мамы пусть пьют вдоволь а так и их два раза в день где-то полу полтора два литра козьего молока ним не выпивали чтобы всем хватало чтобы никто не голодал а то просят же много было в аппаросе при стартовый комбикорм накладываю ну вот сегодня хлебушек меня угостили приезжала соседка из соседней деревни приобретала у меня гусей и вот привезла два мешка хлеба один уже скормила второй остался вот малышам тут набросала смотрю они хорошо кушают комбикорм также и питайте мои пятаки кастрировала поросят получается в 27 суток уже крупновато и тяжеловато было и держать и много крови было конечно надо в три недели кастрировать чтобы все хорошо и самим полегче и малышу себя лучше чувствует хотя вон они два боровка играются никто не грустит так скажем по-хорошему надо будет снять убрать станок чтобы у них здесь побольше территории было все ко мне приедут 14 15 мая забирать пятачков говорю только один останется это не знаю может быть его одного тоже подешевле продать думала парочка мне будет а то его одного куда-то надо будет селить чтобы никто его не обижал когда убираю всегда их выпускаю в проход они у меня здесь носятся играются прям то и дело только открывая не сразу на выход на прогулку это тоже тут надоедает помещение хотя у них большое достаточно отделение вот но по коридору они любят очень поноситься ну все начались старые вылупы бройлерных индюшат и бройлерных цыплят вот они мои хорошие беги моня пришла проверить кто тут у нас лупится буду пересаживать коробочку чего интересно тебе да манюнь ну не трогай не реже ты его так мокренький а нюнь он и так мокрый посадим обратно любопытная пока у нас маленькая веснушка росла здесь в этом отделении но она грызет яблоню поэтому мама решила переселить ее старый свинарник там кстати все уже выровняли по моему там мама внутри по белке все обрабатывает и вот еще и соседний домик привели в порядок какая красота здесь получилась сейчас покажу о как о как у тебя красиво видео перевоплощение свинарника в телятник так маханька тебе пока на выход быстренько 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 нужно сделать свиньи ее разобрали так а у тебя тут такой выгул увеличился иди-ка проверь как мы тут утрамбовали хорошо тебе надо тебе подружку или друга чтобы скучно не было надо будет открутить мою паилку для поросе на тут хорошо супер пока там не починили дверь маленькая у нас здесь на улице только бродит перенесли все ее вещи в воду комбикорм для малышей и сено свежее ей тут здорово будет теперь это наш новый телятник у меня сегодня можно сказать выходной прокаталась я целый день по городу ну конечно не просто так написала себе целый список у меня здесь были дела съездила купила отвал на плуг а то наш просто треснул единственное мне надо было купить такой частями разборный пришлось купить целиком и потому что они мне сказали что такое как у меня не заказывать не будут и в наличии такого нет но взяла там две недели возможен обмен надеюсь что подойдет но они подойдет придется привозить наконец-таки сбрала цилиндр из ремонта на крокодила на мтз тот который у меня зимой сломался все я никак не могла до них доехать они до 16 30 работают а я все время обычно позже в город приезжала так купила пленку для упаковки посылок у нас тоже закончила завтра планируем еще около пяти посылок отправить поэтому надо было обязательно купить пленку надо заехать в озон заехать магазин так ну и в принципе а еще заехал я купила корма для птиц на целый месяц сейчас в козовник все для цыплят разгружу и будет у меня такой запас на месяц я люблю в принципе затариваться чтобы корма лежали и честно говоря туда-сюда по пару мешков никогда не катаюсь сейчас возвращаюсь в деревню хорошо что у нас работает механизатор он поехал дисковать я вот сделала все свои нужные дела и сейчас как раз вернусь к маме на вечернюю дойку на вечернюю право вот так вот проходит мой выходной последнее время дел много дома вылупы индюшки это у меня уже второй вылуп в этом году целую коробку мы покупали 200 и завтра у меня начнется вылупа бройлерного цыпленка 360 также муларды гуси в общем весело выходные должны будут приехать покупатель кто-то у меня с декабря на индейку бройлерную записывался кто-то в январе уже на цыплят бройлерных люди записывались но уже знаете такая клиентская база сформировалась то есть птицы мы уже занимаемся практически я только я практически 4 года а мамой то больше уже более семи лет она занимается птицей поэтому с каждым годом наша клиентская база становится все больше и больше поэтому я все присматриваю себе инкубатор еще более большой у меня есть два инкубатора на 70 яиц один на 90 один на сто двадцать один на триста восемьдесят и один на пятьсот восемьдесят представляете и мне не хватает я все смотрю себе на 600 или на 630 яиц инкубатор но не знаю в этом году или на следующий год приобрету посмотрим вот такие новости у меня а сейчас поехала в деревню была сырная головка вот такая мы ее разрезали завакуумировали и сейчас они поедут в новый дом здесь у нас молодая ферма а тут коровка так понятно что это сыр из коровьего молока красота же правда